Спираль Мамышулы. Эту тактику после Великой Отечественной изучали во всех военных академиях мира. Она попала во все учебники и даже Фидель Кастро часто использовал ее во время революции гражданской войны на Кубе. Бауэржан Мамышулы, советский офицер, писатель, военный теоретик и главный практик, использовал эту тактику во время самого тяжелого момента для Советского Союза, в битве за Москву, когда фронт под Вязьмой и Брянском был прорван и путь к столице был практически открыт, когда нужно было задержать огромные силы противника малыми группами. Суть данной тактики довольно-таки проста, но все гениальное просто. Пока основные силы батальона, а командовал тогда Мамышулы именно батальоном, строят оборону и готовятся встречать врага в окопах, в подразделениях отбираются наиболее опытные солдаты в группы, примерно с отделения размером. Им придаются пулеметные расчеты и саперы, а также все бойцы снаряжаются большим количеством гранаты патронов. Данные группы, своеобразные передовые отряды, отправляются на дороги, которые ведут от врага до окопов обороны и устраивают на них засады. Саперы закладывают мины, а остальные бойцы маскируют позиции и если надо, то роют окопы вдоль дороги. Одно из важных правил было занять оборону с одной стороны дороги. Когда колонна врага подъезжала к этому месту, то по команде командира или по первому взрыву заложенной на дороге мины, все открывали по колонне огонь и забрасывали ее гранатами. Если колонна была маленькой, то она просто уничтожалась, а если большой, то ей наносились ощутимые потери и врага били до того момента, пока он не очухается и отступив перегруппируется. Как только более сильный противник переходил в атаку с целью уничтожить засаду, то советские бойцы отступали в лес, заманивая немцев за собой. Как правило, там в лесу противник попадал во вторую засаду. Советский пулеметный расчет, также заранее замаскированный, внезапно открывал огонь. Его основной задачей было сделать так, чтобы враг оторвался от основной группы и советские бойцы смогли уйти от преследования, а потом пулеметчики также растворялись в лесу. Но дальше бойцы передового отряда не возвращались в расположение батальона, а пройдя по лесу несколько километров, вновь возвращались к дороге, на которой снова устраивали засаду и все повторялось. Так делалось максимально возможное количество раз, а такое движение отряда на карте чем-то напоминало спираль или пружину, поэтому данную тактику так и назвали. Преимуществ у этой тактики было несколько. Во-первых, врагу наносились существенные потери в живой силе и материальной части при совершенно низких или совсем отсутствующих потерях среди нападающих. Во-вторых, таким способом можно было даже без артиллерии уничтожить грозную технику противника, например, танки или САУ, закидав их гранатами или подорвав на минах. В-третьих, враг терял драгоценное время на попытку ликвидировать засаду. В-четвертых, дальше колонны врага уже ехали осторожно и медленно, опасаясь новой засады или появления заминированных участков на дороге, что также увеличивало время до соприкосновения с основными силами батальона, и у советских солдат было уже больше часов для устройства обороны. В-пятых, такие засады снижали моральный дух солдат противника. Не только тех, кто попадал под обстрел советской группы, но и тех, кто потом ехал за ними и видел на обочинах сгоревшие машины и убитых своих солдат. Конечно, и ограничения в такой тактике тоже были. Во-первых, нужна была лесистая местность, чтобы вовремя уйти от преследования и спрятаться. На открытых пространствах такие засады сделать практически невозможно. Во-вторых, попав один раз в такую засаду, враг уже будет действовать осторожнее, и в следующий раз, уже скорее всего, удивить его не получится, и потери среди нападающих будут больше, чем в первый раз. В-третьих, в такие засады необходимо отбирать более опытных бойцов с железными нервами, которые должны при виде противника практически в упор не струсить и не начать стрелять раньше команды. У Мамы Шулы тогда в 41-м таких обстрелянных бойцов не было. Позиция моего батальона от немцев вело две дороги. И если на одной трассе засады сработали как надо, и там враг ехал 20 километров в течение трех дней, то на другой командир отряда струсил. Он устроил одну засаду, а потом вернулся обратно. Мамы Шулы даже его чуть не расстрелял. Вообще, многие думают, что данную тактику придумал сам пауэржан Мамы Шулы, но это не совсем правильно. Он просто ее чаще других использовал, а подсказал ему так вести активную оборону генерал Панфилов, который в 20-е годы в Средней Азии сражался с басмачами. Конечно, сейчас в комментариях многие напишут, что, мол, нет, эту тактику придумал именно Мамы Шулы, но он сам пишет в своей книге «За нами Москва», о том, что ему приказал так действовать именно генерал Панфилов. Спираль Мамы Шулы, или как ее еще называют «пружина генерала Панфилова», это всего лишь модифицированная и переложенная на новый лад старая тактика кочевников, которые использовали ее на протяжении тысячелетий. Конные лучники тогда завязывали бой с врагом, а потом имитировали отступление, заманивая противника за собой. Как только он терял равнение и строй, то по его порядкам ударял стальной кулак бронированной конницы, которая сносила все на своем пути. Конечно, Мамы Шулы, который был образованным казахом и знал свою историю, и Панфилов, который всю свою жизнь прожил, проработал и провоевал в Средней Азии, знали об этой тактике и смогли применить ее в новых реалиях, конечно, чуть исправив. Хотя историк Алексей Исаев в своих лекциях нередко упоминал, что данная тактика была уже описана в 30-е годы в учебниках для командиров Красной Армии. Как, к примеру, и танковые засады, которые в годы Великой Отечественной применял Катуков, но я такого не нашел. В учебниках 30-х годов, которые мне попадались, есть описание действий передовых отрядах, но там все немного по-другому. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи!